Часть тех самых гаубиц 777-х, а также другие виды западного вооружения, были уничтожены в одном из ангаров. Произошло это как раз на том направлении, с которого обстреливался Донецк. А тем временем новые ракеты для «Хаймерсов» едут в Украину, и дальность их действия 300 километров. Соответствующую карту я опубликовал у себя на телеграм-канале, гипотетически, куда они могут достать. Обязательно подписываемся на телеграм-канал, там я могу разместить большее. А Кличко начал занятия в Киеве с гражданскими для возможной подготовки к боевым действиям. А в Харькове и других регионах уже не просто вручают повестки, а практически сразу люди попадают на фронт. Ну а тем временем одно западное издание отмечает, что ведутся тайные дипломатические переговоры между странами Запада для возможного дипломатического разрешения конфликта в Украине. Но при этом та же Британия уже начала обучать бойцов ВСУ обращению с западной техникой и правилам ведения определенных боевых действий. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 9 июля 14.00. И начну я с информации, которая поступила с нескольких источников, в том числе от местных, которые недалеко там проживают, что был уничтожен ангар на Донецком направлении, где хранилась та западная техника, те же гаубицы 777 и другие виды вооружений. Предположительно, из этого вооружения в том числе велись обстрелы Донецка. А в Лисичанске, друзья, прошла масштабная выставка захваченного вооружения ВСУ, в том числе западных образцов. Кстати, там был достаточно большой аншлаг, можно посмотреть также на моем телеграм-канале. Впрочем, такие случаи все чаще и чаще. Но, тем не менее, Госдеп и Пентагон приняли решение поставлять уже те самые ракеты для тех самых Хаймерсов, которые могут лететь уже 300 километров, как сообщает одно из западных изданий. И соответствующую карту уже, конечно же, понесли по всем соцсетям, куда гипотетически эти ракеты могут достать. Что по этому поводу, в принципе, можно сказать. То есть эскалацию хотят, как вы видите, усилить внутри Украины. Ну и, конечно же, это может привести еще к большим разрушениям, ну и непредсказуемым последствиям для самого Зеленского. Кстати, еще один странный шаг администрации Зеленского обсуждается сейчас в соцсетях, а именно отключение Запорожской области от газа. Почему-то это мне напомнило сразу крымские события. И организацию транспортной, электро и других вид блокады Крыма. Но ждем заявления Зеленского, что он скажет по этому поводу. Ну и, конечно же, по Хаймерсам, еще раз повторюсь, что это будет усиление эскалации и ответные соответствующие действия. И тем временем в Украине все ужесточается и усугубляется для призывников. В частности, в Киеве Кличко анонсировал занятия с гражданскими для усиления боевой подготовки. Сначала, конечно же, пройдут работники различных коммунальных служб. То есть фактически Кличко признает, что он готовится к обороне Киева. Ну а тем временем в Харькове и в ряде других регионах, то есть повестки раздают на улицах, это уже как бы никого не удивишь. А сейчас уже прямо с повесткой могут забрать на обучение. То есть человеку вручают повестку и сразу же забирают. И только через день-два родные могут узнать, что человек обучается и куда-то должен пойти. Конечно же, у многих это вызывает вопросы, законно ли в принципе такое, тем более, что без медкомиссии, без предварительных каких-то, опять же, бесед. То есть вот так вот сразу же и в учебку. Ну а есть угроза даже, что могут направить на передовую, комментировать пока это все, военкомы отказываются. И тоже вполне неудивительно, есть определенный план, который спущен для каждого региона, что такое-то количество призывников должно быть укомплектовано для боевых действий на Донецком направлении пока что. Хотя, как опять же я в предыдущем ролике говорил, Американский институт изучения войны предполагает, что существенно расширится, собственно говоря, ареал противостояния, и российская армия готовится к наступлению. И несмотря на заявленные цифры резникам, о том, что чуть ли не миллион участвует в противостоянии российской армии, как вы видите, желающих все меньше и меньше, что приходится военкомам придумывать различные хитрости, чтобы ловить призывников. И хотя некоторые западные эксперты и одно издание сообщают о том, что ведутся дипломатические, якобы тайные переговоры между странами Запада о том, чтобы дипломатически разрешить конфликт в Украине. В Британии министр обороны встретился с бойцами ВСУ и, собственно говоря, будет там проходить подготовка по новым стандартам и с новыми вооружениями. То есть, вероятно, готовится к затяжному конфликту. В любом случае, Украине это точно ничего хорошего не сулит. Пока что, друзья, все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет... Продолжение следует...